Ситуация, когда женщину с хорошим образованием и опытом не берут на работу только потому, что она женщина, должна уйти в прошлое. Речь о гендерном неравенстве сегодня шла в Петербурге, куда на форум собрались представительницы прекрасного пола со всего мира. Прилетели более чем из 100 стран. Мужчин в зале совсем мало, буквально единицы, поэтому Владимира Путина, который приехал приветствовать участниц, встретили очень тепло, а после его выступления еще долго не отпускали. Российский президент попал в плотное кольцо. Все хотели сделать с ним селфи. Репортаж Дмитрия Витова. Такого количества элегантных, красивых, модных участниц нет, пожалуй, ни на одном международном форуме. Евразийский женский, он разительно отличается от других официальных мероприятий. Делегатам тут дарят цветы, а пленарное заседание открывают скрипичным концертом и светомузыкальным шоу. Три года назад Евразийский женский форум собрал около тысячи участниц из ста стран. Сегодня с уверенностью можно сказать, свое географическое название форум уже перерос. Здесь представлены абсолютно все континенты, около двух тысяч участниц, только международных авторитетных организаций, около трех десятков. Решаются самые разные вопросы, но главный, конечно же, экономический. Так, например, специалисты уверяют, если бы женщины были представлены в экономике наравне с мужчинами, валовый мировой продукт вырос бы на триллионы долларов. В России внимание к проблемам женщин уделяется особое. Не случайно Второй Евразийский женский форум приветствует президент лично. Россия вносит существенный вклад в обсуждение стратегии действий, направленных на повышение роли женщины в решении глобальных проблем. Думаю, это закономерно. Ведь в защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание. И отношение к женщинам у нас, в нашей стране, я бы не побоялся этого, сказал бы, особое отношение. Трогательное, душевное искрение. Семья важнейшая, но не единственная сфера деятельности современной женщины. Высокооктановый бензин, препараты для остановки крови, метод вживления электродов в мозг, модифицированный каучук, мало кто знает, но все это изобрели женщины. Уникальную продукцию привезли на форум «Российские бизнесвумен». Многие создали производство с нуля. И тут уже не только привычные женские товары, хотя и они есть, но и огнеупорные материалы, аппараты для порошковой покраски металлов. Наши дамы тихо и ненавязчиво выходят на международный рынок. И такой бизнес-подход называют мягкой силой. Мир государства только выигрывает, безусловно, если таких женских историй успеха будет как можно больше. Мы сможем обеспечить устойчивое глобальное развитие. Причем для всей цивилизации. В общих интересах решить проблему гендерного неравенства. Убрать многие существующие еще, к сожалению, стереотипы и карьерные ограничения. И что очень важно, открыть путь для получения необходимого образования для девочек. Создать удобные условия для работы и ведения собственного дела, чтобы женщина чувствовала себя самостоятельной и независимой. При этом важно сохранить и традиционные ценности. Ценности семьи и материнства. Именно такие ценности легли в основу нашего нового проекта в сфере демографии. Он рассчитан на 6 ближайших лет. И является логическим продолжением той масштабной, без преувеличения, масштабной работы по поддержке материнства и детства, которую мы вели все последние годы в нашей стране. После выступления Владимира Путина планировалось общее фотографирование. Но кто-то достал смартфон, женщины обступили президента. Уважаемые дамы и господа, просьба занять свои места. Это было по-настоящему неформальное общение. Республика Саха-Якутия. Большой привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Не холодно? Ну, уже холодает. После наводнения сейчас восстанавливаемся. Включили это пленение? Да, уже подключается. Да, все работает. Из-за этого активного общения пленарное заседание пришлось задержать чуть ли не на полчаса. И оно было ярким, эмоциональным и очень теплым. Вот как участницы встречали Валентину Матвиенко, женщину-политика высокого ранга. Пожалуйста, присаживайтесь. Я прошу вас. Дорогие подруги, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. Мы собрались вместе, чтобы найти ответы на глобальные вызовы современности. Мы будем открыто и доверительно говорить о мире на Земле, о чистой планете, о том, как справиться с изменениями климата, эффективно использовать энергетические ресурсы. В программе более сотни мероприятий. Круглые столы, дискуссионные клубы, заседания научных и политических сообществ. По результатам нынешнего форума будет принято общее комьюнике. Дмитрий Витов, Владимир Смирнов, Первый канал, Санкт-Петербург.